Здравствуйте! В эфире город Эссо и Татьяна Дмитриева. Как людям с инвалидностью устроиться на работу? Остаются ли квоты на предприятиях и меняется ли отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья? Об этом говорим сегодня и в нашей студии директор общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев и руководитель фестиваля «Реформация доброты» Мария Кармалова. Здравствуйте, Мария Алексей! Здравствуйте! Алексей, скажите, пожалуйста, основная проблема, которую пытается решить ваша общественная организация, это какая все-таки? Включение людей с различными, в том числе и самыми тяжелыми формами инвалидности и других неизащищенных категорий населения во полноценную жизнь общества во всех его форматах, от образования и трудоустройства до досуговой части. Как долго вы этим уже занимаетесь? Как общественное движение мы появились более трех лет назад, а в 2014 году зарегистрировались юридически как региональная общественная организация. Вот вы почувствовали за этот промежуток времени, за три года, какой-то сдвиг, потому что вот по моим ощущениям, как бы, человека постороннего, я чувствую, что меняются отношения, больше люди говорят об этих проблемах, о проблемах людей, инвалидов и так далее, а вы изнутри это чувствуете? Конечно. Но поскольку организация у меня молодежная, больше могу рассуждать именно о молодежном формате, то есть о людях до 30 лет и о тех мероприятиях, о тех работодателях, которые охотнее всего берут на работу молодежь. И здесь действительно мы чувствуем колоссальный сдвиг, большие перемены. Что касается работы, то сейчас уже, если подойти к среднестатистическому работодателю, то предлагая устроить ему на работу человека с инвалидностью, он уже не отпрыгивает в ужасе, что как вы, зачем, почему, зачем мне вот этот балласт на предприятии. А он смотрит достаточно заинтересованно и спрашивает, а какие компетенции, вот, скажите, какие ограничения у человека, то есть что мне потребуется, чтобы его трудоустроить, сделать. То есть сдвиг основной вы видите именно в решении проблемы трудоустройства инвалидов, да? В том числе. Я очень горжусь молодежными мероприятиями и регионального, и федерального уровня, которые стали брать молодежь с инвалидностью в расчет, в целевую аудиторию. Предположим, в 2014 году прошел юбилейный форум «Селигер», «Селигер-2014», и на нем была сделана возможность участия людей со всеми форумами инвалидности. Собственно, я возглавлял самарскую инклюзивную делегацию и помогал делать безбарьерную среду на форуме. Очень радует, что когда мы делали подобное предложение, сотрудничали, то, опять же, мы почувствовали интерес от организаторов и обратную связь. Понятно. А сколько было участников людей с инвалидностью? На форуме «Селигер» их было более 40 человек. Ну, это вот уже, да. Это неплохо. И сейчас мы рассчитываем, что у нас станет доступным и безбарьерным наш самарский форум «Иволга». Молодежный, вот. А также большие федеральные форумы «Территория смыслов» и «Таврида». Это действительно абсолютно новый формат. То, что даже человек на коляске сможет на неделю, на 10 дней выехать в природные условия на молодежный форум и совершенно полноценно и комфортно там жить, учиться и общаться со сверстниками. Да, да, да. Ну вот вы говорите про все это. Я думаю, очень много нужно усилий. Вот кроме инициативы, да, кроме вот этого предложения, вот привезти людей на фестиваль, да, вот за город, то за этим стоит огромная работа. Это и транспорт, и организация. И вообще вот даже предлагаю, что будут такие участники, те же организаторы скажут, ну, может быть и нет. Зачем нам вот нужны лишние проблемы, да, вот опять же связанные вот с такими. Ну, это вот все остается, так скажем, за кадром. Ну, хорошо, что вы эту стену пробиваете. Вот я хочу у Марии спросить, почему вы занялись вот этой тематикой, общественной работой по такому направлению, работы с инвалидами? Что вас привлекает? Что привлекает? Такого личного, что вас вот втянуло в эту работу? Ну, наверное, энергии рвения Алексея Трансова без них тоже не обошлось. Ну и, конечно, та отдача, которая проходит, да, через людей. Когда ты видишь, проводя мероприятие, эффект социально значимый, действительно, что люди, которые раньше думали, что получили инвалидность, да, то есть не с детства с инвалидностью, а что-то произошло, да, это сильный перелом в жизни, и часто люди закрываются и перестают общаться. А мы проводили несколько мероприятий, о них Алексей расскажет, да, и когда увидели уже результат, что люди, которые до этого были закрыты от общества и сидели дома, после такого социального всплеска, именно праздника какого-то или мероприятия, в котором они активно задействованы, они получали, как, я не знаю, вторая жизнь, я не знаю, как-то второе рождение. А как вы находите этих людей, которые нуждаются вот в такой социализации, в общении, да, вот, выходе из того состояния, в которое они попали, или они сами на вас выходят? Потому что очень важно же, да, вот, чтобы вот это вот состоялось, встреча. И то, и другое, пожалуй. Сейчас в среде людей с инвалидностью, с Самарой и Самарской области, мы уже достаточно известны, контакты наши тут тоже достаточно известны. У нас функционирует и группа в соцсетях, у нас часто идет рассылка, мы стараемся вот в средствах массовой информации указывать свои контакты. Кстати, вот, Алексей, перебью на секундочку, в течение нашего эфира будет выходить строчка как раз с электронной почтой и с телефоном, по которому могут позвонить вот те, кто еще к вам не присоединился. Это вот такое добавление. Да, все жители Самарской области с инвалидностью, даже не обязательно молодежь, мы очень стараемся ориентироваться на все возраста. Да, конечно, потому что не только вот молодежь страдает, да, средний возраст, даже пожилой, им даже значительно труднее, ведь молодежь, она все равно активнее, как уж тут не крути, да, вот как-то встроиться им легче, проще. Да, а что касается второй части вопроса, как мы ищем, мы очень и очень хорошо работаем с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области. Я сам член общественного совета при министерстве, поэтому через Центры социального обслуживания населения, которые есть и в каждом районе города, и в регионе, и куда приходят люди с инвалидностью за обслуживанием, за техническими средствами реабилитации, там они тоже могут узнавать наши координаты, и довольно часто мы эти центры просим проинформировать людей, которые проживают на их территории, о том, что будет проходить мероприятие. Либо по профориентации, либо танцевально-бальная, которая как раз специализирована на них. Понятно. Ну вот обратила внимание на то, что название и вашей организации, «Инклюзивный клуб добровольцев» и уж фестиваль Марии, который организует «Реформация доброты», они такие мудренные. Вот если говорить другими словами, Алексей, вот «Инклюзивный клуб добровольцев», что вы вкладываете в это? Потому что, ну, понятно, инклюзивное образование, там то другое, а вот именно в вашей организации? Наша организация первая исторически в стране, где создаются условия для равноценной волонтерской работы молодежи с разными формами инвалидности и без, причем для работы совместной. На наших мероприятиях встречаешь волонтера на инвалидной коляске, волонтера с ухудшенным слухом и с другими формами инвалидности, которые работают и взаимодействуют вместе с ребятами без инвалидности. Просто волонтерами, да, вот как бы волонтерами. Понятно, здесь вот соединение такое происходит, поэтому «Инклюзивный клуб добровольцев». Да, включенный. Можно ли и нужно ли реформировать доброту? Что это такое реформация доброты? Доброта – это такое, мне кажется, уже понятие, которое… Здесь такое название фестиваля, наверное, потому что это ответ. Не только это взаимодействие молодежи с инвалидностью, но здесь еще и вторая сторона – это ответ тем добровольцам и волонтерам, которые активную позицию уже ведут в данном направлении, так как на фестивале будет награждение самых активных самарских волонтеров, которые же реализовали какие-либо проекты в добровольчестве, и лучшие из них будут отмечены обязательно. Поэтому и реформация. То есть здесь и взаимодействие, но и определенная отдача, эффект. Понятно. Вот теперь хотелось бы узнать подробнее об этом фестивале. Когда он будет? Кто станет его участником? На какую аудиторию вы рассчитываете? Где он пройдет? Реформация доброты состоится 30 мая в Загородном парке. Начало фестиваля в 12.00, а закончится фестиваль в 5 часов. Фестиваль «Реформация доброты» — это первый в федеральном Павловском округе фестиваль целевой аудитории, который является молодежь как раз с инвалидностью, и другие социально незащищенные категории молодежи — это воспитанники интернатов, детских домов, а также любые желающие жители Самары, регионы, области могут посетить наш фестиваль. Мы всех приглашаем, ждем. На фестивале будет очень много интересного. Хотелось бы рассказать и отметить об активной части фестиваля — это интерактивные площадки. Они будут работать с 12 до 3, площадок будет несколько, и это будут разные направления досуга. То есть фестиваль откроет и покажет, может быть, ранее недоступные или, может быть, сложившиеся стереотипы, что молодежь с инвалидностью не может заниматься тем или иным направлением творчества или досуга. На нашем фестивале можно будет посетить музыкальную площадку, которую будет организовывать студию Music Club по разным направлениям. То есть это будет и игра на барабанах, на гитаре, вокальное искусство. Все это будут демонстрировать в формате мастер-класса профессиональные педагоги. Также будет площадка фотостудии, квест-стория, где можно будет поиграть в интеллектуальные игры формата мафии, граффити и так далее. То есть очень много интересного. Вы можете стать активным участником, научиться получить навыки, а, может быть, и получить приз в конце фестиваля. Если это волонтерская и добровольческая деятельность, то как раз-таки призовой фонд у нас — это подарочные сертификаты на обучение. Правильному бегу, I Love Running у нас в студии тоже. Там очень много спортсменов, которые будут задействованы. То есть это разнообразные формы досуга. И, конечно, в финале фестиваля будет концерт после награждения, где хедлайнером у нас будет группа Аллы Костина, которая играет тоже очень интересную музыку. И это все будет живой, интересный концерт. Да, конечно, согласна, потому что у творчества нет границ, и к нему может приобщиться абсолютно любой человек. А если люди придут почувствовать себя комфортно, втянутыми во все это, вовлеченными, то это будет, конечно, замечательно. Я этого вам желаю искренне, чтобы у вас все хорошо состоялось, и чтобы была отдача такая с двух сторон. Приходите к нам тоже, вы поучаствуете. Спасибо за приглашение. Алексей, расскажите, вот какими мероприятиями, вот вы до этого говорили, что тут какие-то и бальные танцы, еще что-то прозвучало, чем вы вообще, какими мероприятиями вы пробиваете вот эту стену, потому что нельзя сбрасывать со счетов, потому что для этого нужно такие усилия, да, не просто вот это вот все сдвинуть, вот это вот и общественное мнение и так далее. Что вы делаете, чем вы занимаетесь? Да, для этого нужно большое количество мероприятий. Как раз можно посмотреть фотографии, которые я принес, которые немножко показывают и нашу историю, и чем мы занимаемся сейчас. Да-да-да, вот, пожалуйста, можете комментировать. Ой, это у нас как раз форум «Сетелигер», где мы и делали доступную среду, и сами привезли ребят с тяжелым форумом инвалидности, и где они приняли абсолютно полноценное участие. А мой, кстати, проект «Инклюзивный клуб добровольцев» вошел в топ-10 по стране федерального рейтинга. Это наши инклюзивные баллы, где точно так же могут танцевать все социально неизвестные категории населения. Да, ну красота какая, какие платья, и у мужчин костюме. Механика танцев и вообще формат – это наш, самарский, изобретенный в 2014 году нами и бальным движением «Инперия». Да, хорошо, что они вас поддержали, да, вот в этом. Да, причем сейчас это уже выходит на федеральный уровень. Мы недавно вернулись, как раз вот можно, наверное, эту фотографию немножко задержать. Мы вернулись из Анапы, из федерального детского центра смены, где проходил съезд добровольцев России, он общероссийский. Там были ребята из всех регионов страны. И, соответственно, там и проходил большой, первый уже для того округа, инклюзивный балл. Здесь показана наша школа журналистики, где ребята могли научиться информационной политике и основам журналистики для дальнейшей работы и в общественном секторе, и, возможно, в коммерческой компании. Вот. Ну, очень ценно, что получилось найти площадку, готовую принимать и людей на колясках, вот. И преподаватели вас поддержали, да, вот, которые, журналистику. Это кто были? Журналисты или преподаватели? Да, это были и журналисты, и пресс-секретари в основном. Это также были и видеооператоры, и фотографы. Да. Вот очень интересное, да, направление. Да, вот еще фотографии. Это, соответственно, мы в Анапе, как раз на съезде добровольца России, где наш самарский парень выиграл ярмарку проектов, общероссийскую, с его проектом по ветеранам. Вот. Я его курировал, и им очень горжусь. Семен, ты умничка. Да, вот, ну, можно даже вот несколько слов сказать о проекте ветерана. Вот у него основная задача какая у этого проекта, он для чего? Предназначена. Проект, который был разработан по ветеранам, отличается тем, что по нему чествование и помощь ветеранам будет волонтерами оказываться не только в день победы и в ближайшие к нему даты, но растянуто на 9 месяцев далее. Да, вот именно, это очень актуально, потому что, на самом деле, вот как праздник, да, мы все быстро, дружно вспоминаем обо всех, как потом праздник проходит, и все это забывается. А вы на 9 месяцев растянули именно помощь, поддержку ветеранов? Именно адресную помощь, потому что, ну, сложно сказать сразу и выделить, кому что нужно. Кому-то нужно ли летом помочь скопать с огорода, кому-то помыть окна. Вот. И, соответственно, волонтеры будут раз... Сезонная уже такая работа, да? В две недели, да, приходить и помогать, что называется, адресно. Да. Скажите, пожалуйста, профессии, которые сегодня востребованы у инвалидов, или даже не востребованы, востребованы-то они могут быть, а вот самые такие популярные, где они могут действительно устроиться, на какие специальности? Поскольку инвалиды у нас не могут работать во вредных условиях, вот, и очень многим противопоказаны физически нагрузки, вот. Сейчас в тренде оператора ПК, юристы и подобная офисная работа, секретари и все остальное. То есть, все-таки, пожалуй, это гуманитарное образование. Так, варианты такие, да, гуманитарные. А возможности? И возможности больше в этом же направлении? И возможности, естественно, больше в этом же направлении, да. Дело в том, что у нас же есть квота для работодателей, что на определенное количество сотрудников без инвалидности должен быть трудоустроен именно человек с инвалидностью. Вот, поэтому его намного проще устраивать на подобной профессии, как оператор ПК, юрист, секретарь, чтобы в некоторых случаях он мог работать, например, из дома, когда ему сложно добираться, а такое бывает. Да, да, да. Ну вот новые технологии позволяют это сделать. Вот вы сказали квоты, а мне хочется узнать, реально, вот это все подкреплено, реально, вот не просто декларировано, да, такие-то квоты на столько-то человек, столько-то работающих, столько-то инвалидов. А это подтверждается в жизни? Есть подтверждение? Да, хотя не все так трудоустраивают и делают это охотно, но все больше и больше. Тренд очень радует. У нас есть... Конкретные примеры, да, вот кто где работает. У нас есть хедлайнеры по региону, например, шоколадная фабрика «Россия», компания «Нестле» очень охотно трудоустраивает инвалидов по своей инициативе. Ой, как хорошо. Даже я, когда закончил вуз Самарского государственного университета, мне после выпуска звонили оттуда и спрашивали, а не хочу ли я к ним пойти менеджером работать. Ну вот я в то время уже в общественном секторе был. Да, вот, пожалуйста, вот хотелось бы как можно больше было таких предприятий, да, которые сами вот не уже там пробиваешься, куда-то добиваешься, а сами вот все это предлагали. И я хотела бы уточнить такой момент. Общественники – это такие инициаторы, да, при трудоустройстве даже. Без власти, вот как ни крути, никуда. Как вы с властью сотрудничаете в этом отношении? Идут ли они вам навстречу, помогают ли? Да, очень радостно, что власть действительно идет нам навстречу, причем в разные уровни. Вот городской власти, например, проекты по профориентации людей с инвалидностью, вот сейчас у нас цикл семинаров заканчивается, мы в каждом районе Самары проводили, мы делаем вместе с молодежным центром «Самарский», который подведомится на администрации города Самара. Из региональной власти нам очень сильно помогает департамент по делам молодежи региона и Министерство социально-демографической и семейной политики. Также активно мы работаем с федеральным уровнем. Мы являемся региональным представительством Ассоциации волонтерских центров Российской Федерации, а именно эта команда сделала в свое время волонтерский корпус «Сочи-2014». «Сочи-2014». Да, да, да. Ну, хорошо, что есть такое взаимодействие, потому что вот опять же хочется, чтобы во всех направлениях. Почему спросила? Потому что вот несколько дней назад прозвучала новость от Министерства труда областного, что появляется еще пять тысяч рабочих мест для инвалидов. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, а потом попрошу вас его прокомментировать, насколько действительно вот факты сходятся с реальностью и действительно ли такая возможность будет у любых желающих. Давайте посмотрим. Желающие трудоустроиться без работы не останутся. В Самарской области более четырех тысяч предприятий готовы предложить рабочие места людям с ограниченными возможностями здоровья. Уже работает закон, обязывающий предприятий численностью свыше ста человек сохранять рабочие места для инвалидов. В июле начнет действовать поправка, согласно которой трудоустраивать людей с ограниченными возможностями здоровья обяжут и организации, коллектив которых насчитывает не менее 35 сотрудников. В общей сложности для инвалидов появится около 15 тысяч рабочих мест. Это огромная поддержка для инвалидов, так как они наиболее уязвимые категории населения именно для трудоустройства. И вот именно квотируемое рабочее место, оно позволяет инвалиду работать и предприятие берет к себе на работу именно такого человека. Чаще всего инвалиды занимают должности бухгалтера, кладовщика, секретаря, делопроизводителя. Иногда работают на дому. Но прежде чем человек начнет жить полноценной трудовой жизнью, важно решить самую главную проблему. Боязнь людей с инвалидностью вообще заниматься трудом. Во-первых, они считают, что они изначально уже никому не нужны, а программы государственные дают им понять обратное, что действительно государство думает сейчас об инвалидах и создает для них все условия. Но психологически этот барьер очень трудно преодолеть. Те, кому удалось справиться с предубеждением, работу находят. В прошлом году трудоустроились около 500 инвалидов. Всего же в Самарской области проживают более 70 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. И только треть из них трудоустроены. Вот несколько слов после сюжета. Что вы можете сказать, Алексей? С удовольствием. Я хочу сказать, в первую очередь, людям с инвалидностью, что, друзья, если раньше у нас по квотам на предприятие было, что на 100 человек нам требуется нанимать одного человека с инвалидностью, то с лета законодательство меняется, и на каждые 35 рабочих мест должен быть один человек с инвалидностью. Поэтому, ребята, все в ваших руках. Понятно, что мы не можем приходить к работодателю без навыков, без образования и говорить, что возьмите нас на работу, вам так велело государство. Естественно, мы должны стараться быть конкурентноспособны. Мы должны и учиться, и профориентироваться, мы должны повышать свои лидерские навыки, коммуникативные. И тогда, с профессиональной точки зрения и с карьерой, у нас все будет хорошо. Да, и вы станете основными конкурентами. Для всех остальных? Да, специалистов. Вот здесь в сюжете говорилось про психологический такой фактор. На самом деле это очень важно, да? Вот вы тоже сказали, нужно самим, самим. Конечно. А вот чтобы переломить, у вас есть какие-то варианты помощи, чтобы вот с психологической точки зрения сдвинуть человека, чтобы он захотел? Да, это на самом деле достаточно большая проблема, о которой не очень принято говорить. У нас государство оказывает очень большие усилия в помощи инвалидам. Только технические средства реабилитации, они стоят очень дорого. Вот одна инвалидная, как и коляска, предположим, в 80 тысяч рублей. Хотя разные модели бывают. Очень много делается, но без самостоятельной позиции, без желания выходить из дома, без желания работать, ничего, к сожалению, не сделается. Я в свое время вел компьютерный курс, курс компьютерной грамотности для людей с инвалидностью и престарелых. И у меня был такой случай, что я обучал несколько парней, которые закончили профильные колледжи. Там автослесарные, если не ошибаюсь. И на каком-то из последних занятий мы с ними стали писать резюме на один из интернет-сайтов, потому что обучились, теперь можно работать. И каково было мое удивление, когда в строчке «Предполагаемая зарплата» только что выпустившийся из колледжа специалист без опыта работы написал, что зарплата от 45 тысяч рублей. По мне, так это достаточно удивительно. Я ему сказал, что почему? Давай мы напишем тебе хотя бы 15-20, хотя бы на первые 3-4 месяца у тебя практика и все остальное. Он мне сказал, а я тогда зачем? Я получаю пенсию, мне помогают родители и у меня есть свободное время. Друзья, избегайте этой ошибки, я вас очень прошу. Нельзя всю жизнь сидеть дома. Работать сложно. Особенно поначалу. У меня у самого первая группа инвалидности, у меня самого было сложно поначалу. Но чем больше ты в это вкладываешь, тем больше ты вкладываешь в себя, в свое будущее. И легче. Потом даже становится с каждым днем и годом и месяцем легче, легче и легче. Мария, после того, как вы включились в эту тему, погрузились, потому что вы же больше и больше погружаетесь, вы общаетесь с большим числом людей с инвалидностью. Что вы для себя поняли, открыли именно по этой теме? Хочется сказать, что у меня никогда не было отношения к людям с инвалидностью, как к людям с инвалидностью. Это первый и основополагающий фактор, который снимает эти барьеры и стереотипы в обществе. Конечно, это определенные ограничения в возможностях у людей, но не надо забывать, что все мы люди. И здесь реабилитация и желание работать появляют именно в тот момент, когда люди понимают, что те ограничения, которые, они, может быть, и зрительно заметны, но в основном это все только в наших мыслях. И здесь только желание. И общение с людьми с ограниченными возможностями, наверное, показывает то, что иногда наши большие проблемы людей, которые здоровы физически, на самом деле это такая мелочь, когда ты видишь человека с ограниченными возможностями, который поборол это все, и на равных с тобой занимается различными делами и проектами. И здесь, наверное, это стимул к действию и стимул к тому, что все-таки чем больше людей будет понимать, что инвалидность — это не такое ограничение. И самих людей с инвалидностью и людей здоровых, да, тем лучше будет сама социальная вот эта вот ячейка общества функционировать. Поэтому, наверное, здесь нужно убрать лишние стереотипы, забыть о них и перестраивать вот эту систему по новой. Но сейчас к этому все и идет, я думаю, потому что и наши наши власти активно поддерживают и содействуют таким мероприятиям, да, вот бал, который Алексей рассказывал, это очень эффективный реабилитационный инструмент. Сама видела, да, как люди с ограничением возможностей как раз-таки первый раз за год некоторые, да, посетили этот бал, и после него с радостью ждали участия в следующем балу, да, и уже заняли активную позицию в обществе. И вот это радует, и поэтому как раз-таки это вот ответ на вопрос, почему в этом секторе интересно и хочется работать, потому что это не такой финансовый, да, может быть, стимул, а здесь именно общественная вот эта деятельность такая, именно социальная, что ты видишь действительно результат, который отразился на жизни человека. Да, я вижу и чувствую, что и вы получаете отдачу, да, вот от этой работы. Это прекрасно. У нас немножко остается времени, расскажите, может быть, о вот ваших самых ближайших каких-то планах, вот чем вы сейчас займетесь буквально, про фестиваль мы услышали, стоит напомнить еще раз, какого числа? 30 мая в Загородном парке в 12.00 начало фестиваля, работать он будет, и площадки будут работать до трех часов, финальный концерт начнется в 15.30, будем всех ждать. Да, Алексей, и ваши планы, вот как руководители общественной организации, чем займетесь? Ну, сейчас сразу после фестиваля будем готовиться к Иволге, к форуму, и потом будем формировать, я надеюсь, инклюзивные делегации от региона на форумы «Общероссийские территории смыслов» и на Тавриду. Кроме того, мы не заканчиваем профориентацию людей с инвалидностью, мы оказываем эти консультации, проводим семинары, мы сейчас ездим с нашими опытными волонтерами-игротехниками по детским домам в Самарской области, вот недавно буквально вернулись из Сызрани, на следующей неделе поедем в Тольятти. Подобную работу мы ведем, останавливаться не собираемся. Да, понятно. А вот численность вашей организации, вы планируете ее расширять, и кого ждете? Вот как все это выглядит? Вот очень коротко. Ждем мы компетентных волонтеров, которые готовы не просто, скажем, записать кого-то на бумаге или постоять, встретиться с табличкой, а именно компетентных. Волонтеры-водители, волонтеры-переводчики, юристы. Сейчас это достаточно развитое направление в Москве, хороший тренд. Очень важно замечание, волонтеры-юристы, переводчики. Да, спасибо большое. Желаем вам, чтобы к вам вот такие именно волонтеры примкнули. Удачи в вашей работе. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...